ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот моё пальце. Сейчас, подожди, я тебе надеваю. Так, давай подставляй палец. Вот этот? Вот этот. Так, давай ты мне надевай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброго времени суток. Поздравляем с церковным праздником. Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас. А мы сегодня празднуем 7 лет в браке. И 8 лет с момента знакомства. Немножко с видео опоздали за счёт пандемии коронавируса. И всех этих карантинных ограничений, которые очень сильно отражаются на нашем эмоциональном фоне и на нашей трудоспособности. Принимаем подарки в виде лайков и репостов. И в виде любого пиара нас и нашего канала Ютуб и канала Яндекс.Дзен. А счастье семейно молятся По всей православной России. Мурамским чудотворцам, Чтоб у Господа их просили Надежду, любовь и веру, И верность друг другу до гроба. И за гробом тоже примером Они нам сияют топа. Надежду, любовь и веру, И верность друг другу до гроба. И за гробом тоже примером Сегодня мы расскажем вам про нашу самую неправильную православную семью. Да, именно самую неправильную православную семью. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, поговорим мы сегодня О самой неправильной семье. То есть о нас. Да, это точно. Поговорим о самой неправильной православной семье. В наше время просто неправильной семьи Уже давно нет. Потому что общественной моралью Разрешено абсолютно всё. Даже супружеские измены И однополые браки. А вот там, где православная семья, Ещё есть правила. Причём есть правила от религии, А есть правила от субкультуры. Есть. Надо пояснить. Религия – система взглядов. Обусловленная верой в сверхъестественное. А субкультура – это просто те, Кто отличается от большинства Своим внешним видом и поведением. Тоже с примером Они нам сияют в трубах Жизнь во все времена похожа Те же требуют у каждого века Тоже горе и счастье тоже Искушение у человека Чтобы тьма не закрыла солнце Чтоб не множилось беззаконие За нас с вами усердно молятся Тюдор и Феврония Ну, с религией у нас всё в порядке Мы, как и положено, сначала Расписались в ЗАГСе Потом повенчались в храме И соблюдаем все церковные правила Я даже по церковному развод Со своим бывшим оформила Зажигая сегодня свечи И сердца любовью зажгите Чтобы были мы вместе вечно Заступничества попросите И дарите ромашки любимым Знаком верности и чистоты Пусть станут на веки отныне Русского поля цветы Зато с точки зрения православной субкультуры У нас неправильно абсолютно всё Кроме года дружеских отношений до свадьбы И отсутствия секса до венчания Кстати, да Зато всё остальное неправильно Дарите ромашки любимым Знаком верности и чистоты Пусть станут на веки отныне Русского поля цветы Пусть станут на веки отныне Русского поля цветы Ну вот, например Известно, что надо молиться Петру и Февронии О даровании счастливого супружества Ну, я сначала по молодости так и делал Молился о даровании счастливого супружества Пока, изучая Библию, вдруг не обнаружил Что, оказывается, в Библии не Бог давал мужей и жён А все брали их из какого-то дома или из какого-то рода А я и не начинала молиться о даровании супруга Супруг это же не котик, которого можно подарить Блин, да с ним ещё ужиться надо Ну, мы как познакомились Мы просто встретились в крестном ходу Подружились Решили потом в другой крестный ход вместе сходить Я пригласил Лену в Москву посмотреть город Ну, это, в принципе Где мне дико понравилось Да, это нормальное явление Пригласить посмотреть свой город Да Ну, разумеется, я Лену, когда приглашал в Москву посмотреть Я ни благословения у духовника не спрашивал Ни у своей мамы разрешения не спрашивал Ну, просто Лену пригласил в Москву посмотреть город А заодно и вместе сходить в следующий крестный ход А я приехала и... Ну, и понравилось всё А потом я Лену не захотел отпускать из Москвы А я не захотела уезжать Потому что здесь очень цивилизованно, тепло и комфортно Ну, а пока вот Лена гостила у меня Мы научились еду готовить Мы по Москве гуляли Изучили весь центр Москвы Где какая улица Где кому памятник какой стоит А ещё погуляли по клубам Я увидела всякие красоты, интересность, экзотику Ну да, по всем православным молодёжным клубам походили Со всем познакомились Тут даже про нас мем возник Чтобы создать православную семью В православном клубе знакомств Надо приходить туда со своей девушкой Это точно Это оказалось очень эффективно Ну, пока дружили, потом ещё и на дачу съездили И там в доме ремонт сделали Учились, в Москве вместе жили Учились готовить Да, на даче за ремонтом На даче там, да Дом вагонкой обивали Сделали двухспальную кровать В Москве, когда были Вот, платье сшили, фату сшили Ну, за этот период ещё удалось Познакомиться и с мамой моего мужа Которая мне, кстати, тоже понравилась Оказалась весьма интересная женщина С половиной священников в Москве Перезнакомилась Ну, со многими батюшками в Москве Познакомилась Тоже все понравились Хорошие все оказались Во всех православных молодёжных клубах Знакомств побывали А там очень весело И поэтому, когда мы поженились То мы подняли количество Успешных знакомств, перешедших в брак Сразу многим христианским компаниям Потому что мы уже на этот момент Вместе были их клиентами Когда я ехала в Москву Я тоже нарушила всё, что только можно Потому что и родители, и священники Говорили про Москву гадости И про москвичей А я всё равно приехала И храмов в Москве полно И священники намного демократичнее, чем в провинции Ну, какая же это Вавилонская блудница? Это отличный город Почему про Москву говорят, что Вавилонская блудница? Не пойму Ну, по православной моде Надо куда-нибудь в глухую деревню ехать К прозорливому старцу Причём, чем более ставится неадекватный Тем более благодатный А зачем ехать к ним? Они сами к нам едут В Москву или в крестные ходы На мероприятия и к духовным чадам Тут мы их и ловим И разводим на исповедь и духовные беседы Не только же им Разводить мирян На пожертвования и на пожить Ну, говорили эти старцы Что не надо нам создавать семью Ну, по-моему, они всем так говорят, да? Ну, в общем, да Ну и пусть говорят Они свой быт по-своему обустроили А мы по-своему Вдвоём, в принципе, и проще жить Кстати, у старца келениц и келеников Целая свита А он думает, что он один в затворе Ну, вот и нам вдвоём Проще и веселее, чем по одному Точно Вот и решили пожениться Нам жить друг с другом Удобнее, проще Ну, ведь нам же Ну, ведь нам же Вдвоём жить Друг с другом Да, а не старцу Это точно Что там ещё неправильно-то у нас? Ох, много ещё Мы ещё слушаем попсу И танцуем под неё Вместо того, чтобы слушать православную музыку Я, хотя, правда, ей немножко балуюсь И танцевать исторические бальные танцы Которые просто сложные Нам не даются Ну, потому что попса-то она весёлая и позитивная А эта православная музыка Она в депрессняк вводит Вот странно Ну, а исторические бальные танцы Это слишком сложно Это слишком дорого Вот это точно А главное, зачем Если есть попса-по Да К попсе ещё Клипы прикольные Клипы и Диджи весёлые Да Прибираются к ней Да Чё там ещё неправильного у нас? Ну Психологическая несовместимость у нас полнейшая И друг с другом И с православными психологами Хотя странно почему Угу Ну здесь с православными психологами То мы как раз Идейные оппоненты У них психология про какие-то подсознательные склонности и мотивации, сплошной субъективный идеализм. А у нас грубый материализм, как у обычных семьеведов-любителей. А нам, семьеведам, нравится тема семьи как ячейки общества. Да. То есть мы сторонники объективного материализма, хотя являемся православными христианами. Это точно. И это нам не мешает быть христианами. Абсолютно. Но психологические тренинги мы очень любим, потому что это интересно и весело. Интересно же наблюдать за психологами, а тем более православными психологами, на работе. А потом сравнивать их взгляд и наш взгляд на одну и ту же проблему. С позиции их тонкой православной психологии и нашего грубого объективного материализма и семьеведения. Да, это точно. Надо еще рассказать, чем еще мы отличаемся от обычной православной семьи. В первую очередь мы не являемся адептами пролайфа и осмеливаемся анализировать тему аборта с социальной и богословской точки зрения, а не принимаем на веру догмат аборт это убийство. Или аборт это всегда плохо. Ну, мы еще одни из первых в России православных чают фри, то есть тех, кто понимает плюсы от бездетности. Точно. И которые открыто заявляют о своем мировоззрении. При этом мы уважаем и многодетных матерей, и... И матерей-одиночек. Даже тех, кто сделал аборт по социальным причинам, ибо это их ответственность, это их выбор. Они за это отвечают, они поступили так, на основании своей свободной воли. И объективных данных, которые ограничивают их свободу. И не пролайферам. У них эту свободную волю отнимать. Им эту свободную волю, между прочим, Господь Бог дал. Да, кстати, ведь... А где свобода, там ответственность. Мы, чают фрики, переделаны из чают лесов. То есть, когда узнали, что по медицинским показаниям у нас не может быть детей, мы заинтересовались идеологией чают фри. И нашли ее дико интересной для себя. Лучше не иметь детей, чем вырастить уголовника. А еще нам нравится научный взгляд на жизнь и стратегический подход ко всему, к чему можно подходить стратегически и критически. После того, как популяризаторы науки из компании «Ученые против мифов» ткнули нас мордой в исторические фейки про Торинскую плащаницу и благодатный огонь, мы всю информацию из православных источников теперь критически анализируем. И проверяем через еще другие светские источники, а что там написано. А еще мы празднуем свадьбу каждый год, и потом весь год чувствуем себя молодоженами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вообще мы празднуем все праздники, которые призывают не праздновать православные активисты. Ну, во-первых, чтобы из православного вероисповедания нас не причислили к празднику аборца. Да, с их идеями, с идеями праздника аборцев мы не согласны. Правильно, не согласны. То есть, во-первых, мы не согласны с идеями праздника аборцев, что не надо отмечать какой-нибудь праздник светский, там, Хэллоуин или Новый Год или День Рождения, а во-вторых, просто чисто из спортивного интереса. Оказать самим себе, что оказывается этот праздник доступен и в рамках православной субкультуры. Да, что мы можем этот праздник, тот же Хэллоуин, отметить очень даже по-православному. Ну, вполне тихо, мирно, мы его отметили, ничего особенного не случилось. Да, отметить тот же Хэллоуин в рамках православной субкультуры, что самое интересное. Ну да, День Святого Валентина и подавно это вообще детский сад. Да, и Валентинщика отмечаем, да. Почему бы нет? Вот такая мы неправильная православная семья. Если мы вам хоть немного интересны, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. А еще мы принимаем подарки на 7 лет совместной жизни в виде любого пиара нас и нашего канала. Является ли ваше решение стать супругами добровольным, осознанным и искренним? Прошу ответить вас, Николай Владимирович. Является. Ваш ответ, Елена Валерьевна. Является. Ваше взаимное согласие дает мне право в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации зарегистрировать ваш брак. Приглашаю вас поставить подпись в записи акта о заключении брака. На этом мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш YouTube канал Платочек. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если поставили дизлайк, напишите за что дизлайк. Будем работать над ошибками. И принимаем подарки в виде любого пиара нас и нашего канала. YouTube Яндекс.Зен. Нашего канала Платочек. Спасибо за внимание. До свидания.